Во Франции вопрос защиты исторических памятников также стоит крайне остро. Несмотря на огромный выделяемый бюджет, порядка 2 миллиардов евро, состояние многих достопримечательностей остается удручающим. На прямой связи со студией наш корреспондент Алья Сыздекова из Парижа. Алья, приветствую! Добрый вечер, Ерлан. Мы сейчас находимся на площади перед Ноттердам-де-Пари. И вы видите его за моей спиной. Место выбрано не случайно. Спасением именно этой исторической достопримечательности вся страна занималась последние 5 лет после сильнейшего пожара. Уже 7 декабря после реставрации собор Парижской Богоматери откроет свои двери для публики. А на днях его посетил президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы посмотреть, как завершились работы по реставрации собора. Ноттердам стал исключительным примером. На его спасение было собрано около 750 миллионов евро от доноров из 150 стран мира. Но это действительно скорее исключение, чем правило. Всего во Франции насчитывается больше 45 тысяч исторических памятников. И, конечно, такое богатое культурное наследие требует огромных средств на его поддержание. Как мы уже сказали, 2 миллиарда евро выделяется ежегодно. Что интересно, примерно половина французских памятников находится в частной собственности. 41% коммунальные, только 4% принадлежат государству. Закон во Франции очень строго регламентирует все действия, связанные с историческим наследием. К примеру, на расстоянии 500 метров от любого из памятников строительство должно быть согласовано и авторизовано специальными органами. На самих исторических памятниках все работы проводятся только с разрешения и под строгим надзором технической и научной экспертизы. Французское министерство культуры курирует крупные национальные памятники, такие как 87 соборов и национальные замки и дворцы. И для того, чтобы расширить возможности финансирования, во Франции даже проводятся специальные лотереи культурное наследие, средства от которых поступают на охрану этого самого наследия. Но, несмотря на всю проводимую работу, время все-таки памятники не щадит, их содержание с каждым годом становится только дороже. Во Франции сегодня примерно 20% находящихся под охраной государства объектов находятся в угрожающем состоянии. И если мы вернемся к тому же Нотр-Дам-де-Пари, не так давно французский министр культуры предложил сделать вход в собор платным, именно с тем, чтобы получить дополнительные средства для охраны подобных этому собору объектов. Герлан. Алиэн, спасибо большое. А я напомню, что на прямой связи со студией Prime Time из Парижа была наш собственный корреспондент Алиэр Сестерин. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.